Hello everybody! Hi my students! Hello friends! Сегодня мы начнем новый проект, который уже назрел давно и подбираемся, правда, ко второму проекту, но не знаю как оно, переключаемся на второй проект, который посвящен сизифовым трудам человечества. С проекта философского мы уйдем на практический. Но опять же мой инструмент тот, который у нас заточен, это теория, феноменологическая теория матрицы Пифагора, мы его применим и в этом плане будем применять, наряду с другими методиками исследования данного вопроса. Что я обозвал сизифовыми трудами человечества? Это постоянные, бесполезные, совершенно непродуктивные, ничего не дающие ни уму, ни сердцу, ни душе, ни духу, ни телу человека, а напрягающие его ресурсы и приводящие, в общем-то, в целом к деградации человека. Ну что можно к таким трудам отнести? Можно отнести к таким трудам развитие, экстенсивное развитие транспортных средств. Начиная с древних времен, транспортными средствами наиболее пользуются кто? Это кочевники, которые вели торговлю, обмен продуктами, торговлю и так далее. Кочевники были люди по природным факторам, но были кочевники, которые обворовывали местные оседлые населения. Вот для таких кочевников было, как говорится, удобнее быстрее рвать когти с помощью быстрых средств передвижения. Для этого использовали всевозможные собачьи упряжки, конские упряжки, верблюды, слоны и прочие орудия, такие биологические орудия передвижения. Ну в мечтах, только вот в сказках, а на середине там ковер-самолет, мечтали вообще на ковре-самолете достигать 39-го царства 30-го государства. Далее развелось это телеги этих в связи с паровыми машинами у нас, развитие паровых машин. Ползунов, УАТ и другие. Они значит паровоз создали и у нас уже по рельсам побежали быстро составы. И автомобили паровые появились, тут же колесные автомобили и другие средства передвижения. Ну и на печках лежа мы же начали мечтать, как бы все-таки этот летать как птицы. Появились крикутные экспериментаторы Леонардо да Винчи с крыльями, рассмотрели на пирамидах мы конструкцию вертолета, самолета, макетики самолетов нам кто-то оставил с предыдущих цивилизаций. И вот мы начали все это повторять, сначала имитировать полет крыльев, а затем Нужуковский и другие уже придумали самолеты первые и начали летать. Моторы уже появились внутренние возгорания, моторы уже позволили нам осуществлять полеты. Ну постепенно вот с развитием это теории Мещерского о движении точки с переменной массой освоили реактивные движения, хотя оно было известно еще с китайцев, с древних, когда они применяли ракеты. Ну вот известная легенда о древнем китайском императоре, который летал вот на этой ракете, улетел таки куда-то. Трон там себе поставил на нескольких ракетах, он поднялся в небо, взвелся и неизвестно где там он приземлился. Вот таким образом реактивная тяга потом появилась, на самолет поставили реактивный двигатель, ускорили. Далее уже появились сверхзвуковые самолеты и военные, и конкорды. Ну бились, конечно нещадно, там тысячи людей, десятки, сотни тысяч погибло. Ежедневно гибнут эти самолеты, как мухи. Вот, ну создавая толкучку уже в воздухе. Одновременно порция зажарокурающая среда, двигатели какие-то, они же используют кислород воздуха в качестве окислителя. Редко вот ракеты, они применяют окислитель, дополнительные баки с окислителем. Это ракеты космические уже в космос, нам же надо в космос. А почему? Вот Айзек Ахзимов говорил, ну человечество, оно же погибнет, фантасты эти самые дебиловатые. Человечество, если оно не выйдет в космос, оно же погибнет, это все такое, нам нужно же лететь. И придумали фантастика, надо строить типа нового ковчега, там такой корабль, чтобы там было и деревья, и птички пели, и спортзалы, ну чтобы там не было, но лететь в другую галактику. Куда лететь, чего лететь? Ну а мы и так летим уже, мы летим со скорости 200 километров в секунду вместе с Солнцем. А еще плюс мы вокруг Солнца со скоростью 30 километров в секунду летим. Летим вокруг центра галактики. Тоже считайте, что у нас космический корабль же летит, и все у нас в жизнеобеспечении тоже находится, и птички поют, и деревья, но мы это не уважаем, мы это все вытаптываем, лошадьми вытоптали все, устроили пустыни Сахары, слонами этими всеми вытоптали все, подожрали и расплодились. Еще к нам, как говорится, Архангел Гаврил не приходил, а мы уже там совершаем размножительные действия со своими женами, незапланированные. Они рожаются, как вот рожаются же они случайно во времени, а время это дискриминатор, он такой мудрый. Если человек только зачат в беззаконии, то он беззаконный и родится какого-нибудь 15-го числа, как мы в тот раз говорили, попадет в команду EBD-15, то есть команда по договору с Лукавым, там он будет деструктором. Вот таким, то есть используя нашу Землю неправильно, хотя она и есть, собственно, космический корабль, что вот не замечают вот эти наши хваленые бизнесмены, типа техники, это Илон Маск и другие наши вот эти, Комаровы, Росавиокосмос и другие наши вот товарищи, которые уже от жира не знают, куда им миллиарды этим вкладывать. Миллиард, триллион уже наворованные, в общем-то, народу у производителя. Ну, говорят, что так вот, у нас же народу же много, нам всех не прокормить тут на Земле, нам надо Марс завоевывать, ну как же Марс завоевывать? А нам Земля постоянно с помощью даже вулканов поставляет такие удобрения мощные для Земли. У нас моря не освоены, океаны не освоены, мы только туда рыбу всю там выловили уже никакой, и у нас ни трески, ни селёдки, ни залома ничего в магазинах нет, который был раньше. Мы всё, и пакетами замусорили весь этот, все океаны. Даже вот от островов сейчас океан отошёл, потому что он не может даже терпеть такого блуда, какого там на этих островах-то творится, что делают там эти отдыхающие. Пьянство, блуда там и всего такого, куролесица. Вот, поэтому, вот один из сизифов трудов человечества, это стремление ехать быстрее и неизвестно куда, и захватывать новые территории, это сизифов труд. Вот, в ущерб себе, в ущерб окружающего, напрягая ресурсы, земные ресурсы, и подрывая, собственно, жизненную основу всего человечества ради удовлетворения, вот это вот то, что мы полетим, мы достигнем бессмертия, мы там будем летать сколько хотим. Как вот этот чёрный принц летает над землёй, неизвестно, кто там сидит в этом объекте. И уже многие годы его наблюдают, но никто бы, вот он масло поставил, посмотрел бы, что там он летал-то. Может быть, там как раз ему и записка лежит, что прекрати эти всякие полёты в этом чёрный принц-то. А другое предупреждение. Вот. Но у нас таких предупреждений много было, и даже до мистики доходят, потому что вот с этими полётами мы раз начали, я не буду говорить про другие сизифатруды, это вот электроэнергетика, потом, значит, система дорог, потом система жилищ, вот эти неправильные курятники, вот у нас вот эти курятники кругом, мы как куры сидим тут на этих насестрах, в каждой своей клеточке, это безобразие. Ну, это раса человечества находится в рабстве. Ну, правда, что как в космическом корабле в каюте, или в морском корабле. Вот мы только остановимся сегодня на одном сизифовом труде, вот этих вот полётах. И возьмём вот один проект, который был наиболее затратный, это последний был проект социализма, это, как говорится, лебединная песня социализма, проект Буран. Там и много мистики у нас накопилось, и всё прочее. Многие даже исследователи нашли там периодичность, цифру 12, какую-то магическую цифру 12 приводят, что этот командир вот этой группы, Буран, Волк, родился 12 апреля, день космонавтики, вот, мол, из-за этого там его группа вся погибла. Но это чисто глупость. Это всё равно, что, как говорится, подметить, что вот один автобус ходит с периодичностью 12 минут, а другой с периодичностью, допустим, 23 минуты. Мы одним сели, благодаря своему, как говорится, греху, на этот маршрут, сели на этот период, а могли сесть на другой период. То есть во всяком процессе есть периодичность в связи с общей периодичностью всех движений в нашей галактике. Всё периодично и циклично. И спирали видны. Ну вот первый проект этот такой фантастический был «Спираль». Оттуда всё же пошло-то. «Спираль»-то она проекта Лозинолозинский был такой. Конструктор Лозинолозинский. Он откуда возник этого? Он же из-под Микояна. Артём Микоян был конструктор. И вот этот вот он был Лозинолозинский. Такой. И мы сейчас рассмотрим. Что же это за группа была? Почему? Вот многие рассматривают это гибель. Ну кругом же их преследовала гибель. 12 этих астронавтов, этих астронавтов, то есть вот буранчиков погибло. лётчиков классных, высококлассных, там специалистов, всё погибли. Ассы, можно сказать, разного возраста. Но они все погибли не на буране, конечно, они только в группе состояли подготовки этого бурана. Но те, которые именно погибали друг за другом, они как раз состояли в этой группе. А другие лётчики даже с ними летали, они не погибали. Даже находясь вот вместе с ними воспитательных этих полётах на других самолётов. Но они же были испытателями и то, и то, и то испытывали. Так вот, в начале-то у Микояна был проект спирали, он что заключался, он как заключался, что на большой самолёт, типа там самолёт матка, который летит сверхзвука, они хотели до 6 махов догнать, такой самолёт сделать 6 махов и на него пригрузить вот эту мелкую 10-тонную в эту уху, ну, 3-тонную или 5-тонную какую-то тонную машину вот этот спираль, эту, возвращаемый аппарат с крыльями. То есть, по пути торможения, газодинамического торможения в атмосфере полёта, спуска до скорости самолёта. И там можно было спланировать на землю спокойно где угодно. Управляемый такой спуск. Ну, конечно, спилотируемый. Но для этого надо было что? Для этой газодинамической торможения в атмосфере? Надо было защитное покрытие. Ну, там они применяли очень много материала, ведения, работала с напрягом, тоже деньги были ввалины огромные, нашли какой-то кварц, 99,9% кварца песок какой-то нашли. Его переплавляли, нити из него делали, а потом какой-то там прессовали эту кварцевую защиту для этого корабля, чтобы там же температура до 1300 градусов доходила на носу этого корабля, на крыльях, и надо было это всё защитить. Но этот проект не пошёл, он был остановлен, почему? Потому что огромные надо было затраты на этот самолёт, который шесть махов дают. Он проект, ну, решили потом на сотку повесить, там два маха всего, ну, сверхзвуковой, больше маха одного, на него посадить эту самую муху-то, спираль, под кличкой спираль. И, значит, тоже это дело не пошло, это дело заглохло. Лозин-Лозинский опять же это дело возглавлял. Авторитет у него был раздутый, сильный, мы сейчас вот это покажем. А дальше его перекинули по постановлению ЦК в ответ на аналогичную программу США шаттл, его перекинули вот на Лозинского на этот шаттл. То есть разгоняться уже будет ракетой до космоса, а там уже в космосе летать и спускаться в газодинамическое там торможение и так далее уже садиться и несколько раз можно его использовать. Многократно использовать. ну шаттл он и называется. Вот. В ответ вот на программу шаттл была вот такая программа огромная затратная была сделана. Американцы кстати шаттл летал, летал. Ну конечно много было у них и аварий с этим шаттлом. По несколько по 7 человек на этом шаттле там гибло и так далее и так далее. И вот это было одной причиной одной из причин, что свернули эту программу. Ну плюс конечно недостатки финансирования и загибание социализма и в общем полный экономический крах социализма в связи с вот этими сезиевыми трудами. Дело совсем бесполезное оказалось. для военщины хотели вспомнить что там эти наблюдали и так далее но с другой стороны была другая группа исследователей более реалисты они считали так что все надо делать беспилотно. Сейчас они возвращаются к этому вот эти дроны беспилотные самолеты уже большие самолеты беспилотные дистанционным управлением пожалуйста часть автоматической которой быстро надо программа включается которая позволяет там сигнал распространения несколько там задержка будет при таком управлении дистанционном то значит медленные процессы дистанционные быстрые программно управляемые вот таким образом а здесь пытались по комбинированному пути идти вот Лозин-Лозинский они то есть чтобы летчик там сидел и возможность автоматической вот посадки если уже было известно что никаких космонавтов там долго они потом приезжают больные все их приходится лечить от этой космической болезни у них все уже они даже ходить не могут и вот одной из целей было этой команды этого Бурана показать что как говорится вот они с космоса вылетели в космос на этом шаттле там полетали и потом могут его вручную посадить несмотря вот эту невесомость и так далее и так далее и их сначала летали на макете этого шаттла макета ну самолет обычный Аковина оборудовали так же как было в этом Буране и они вот на этом и потом и в космос летали тоже в космос прилетал Волк еще с двумя там там и по-моему Советская ну я потом скажу Советская и Женебеков летали с Волком они приземлились этих унесли на носилках Советскую и Женебекову а Волк сел на Ми-8 за управление а потом еще на самолет и потом на третий самолет пересел то есть он показал что он может вот этот Волк выполнить эту задачу то есть влияние невесомости можно так натренироваться что он может выполнить эту задачу в космосе вручную посадить этот Буран ну значит что что можно сказать что 12 человек ну Волк то конечно выжил он в этом году вот в этом году ему 80 лет было а он не дожил где-то его в апреле было а он в феврале в Болгарии помер поехал туда на конференцию к другу своему в Болгарию и там же он и скончался в Волк 79 лет двух месяцев не хватило до 80 а вся остальная команда у него в основном погибла ну там немножко там остались кое-кто кое-кто остались кто особо одаренный видимо но в основном все погибли вот там в первой команде у него было кто Игорь Волк вот я хотел назвать этот ролик слово полку Игореви поскольку там Игорь тоже потерял все свои войска и один только вернулся целым невредим в Киев на Крещатик вот этот Игорь Волк значит возглавлял там дальше были Олег Кононенко Анатолий Левченко Римонт Станкевич это один единственный последний латвийский космонавт Александр Щукин Николай Садовников Виктор Букреев Александр Лысенко вот это первая была команда 8 человек ну из нее сразу вот в 77 году уже когда началась эта программа Виктор Букреев сразу на МиГ-25 ПУ он погиб при испытаниях дальше из этой команды сразу же вот в этом же году 6 значит уже в июне 23 июня 77 года Александр Лысенко на МиГ-23 УБ тоже погиб Олег Кононенко через 3 года 8 сентября 80-го года на Як-38 после этих трех смертей был набран новый набор но там никто уже не хотел идти поняли что там гибло какое-то дело какое-то темное дело и мистика какая-то все погибают кто входит в эту команду но все равно как уговорами посулами и вот этими бабками хорошие дали им кормежку и квартира хорошая и все это благо прекрасное дали и клюнули вот тот новый набор Владимир Туровец Виктор Заболоцкий Урал Султанов Магомед Толбоев Толбоев вот остался Тресвятский Сергей Тресвятский Юрий Шефер и Юрий Приходьков два Юрия вот еще команду набрали ну вот новые команды уже в 81-м году они набрали в 80-м году а в 81-м уже Владимир Туровец на Ми-8 на вертолете на этом погиб вот дальше вот после этого состоялся успешный полет Женебекова Волка и Савицкой в космос а дальше он с космоса спустился и совершил вот эти вот подвиги свои по управлению тремя воздушными средствами ручному управлению вот в аналогичном эксперименте после жесткой посадки со спуском скончался Анатолий Левченко уже в 88-м году через 7 лет потом Александр Щукин в 88-м году в этом же году в 90-м году он на Су-26-7 кстати говоря Щукин а Станкевич на Су-27 в Италии на показе авиатехники был салон авиатехнический салон и вот значит а уже в 88-м вот единственный полет был Бурана самого 15-го 11-го 88-го года 15-го ноября Буран слетал без экипажа идеально и успешно в автоматическом режиме это был первый и последний полет модели 1.01 Буран и вот этот вот Буран который слетал он потом погиб был разбит при падении крыши в Байконуре он стоял в ангаре в Байконуре и работали 8 человек там ремонтников они вместе с Бураном под этой крышей это было последней жертвой мистической жертвой этого Бурана 8 человек унес под завязку и после этого все вот эти вот катастрофы такого рода они прекратились сразу же вот в этом мистика тоже и заключалась но может быть заключалась тем что этот проект был похерен и дальше уже на нем работа не велась сейчас мы рассмотрим как всегда надо с головы как говорится рыба она с головы понимается про голову я потом в более высокие сферы скажу а мы начнем с главного конструктора если генеральный был там Микоян Гуревич то здесь Лозин-Лозинский непосредственно занимался Бураном проектом Буран во-первых скажу кратко что Лозин-Лозинский закончил институт по паровым машинам и у него в матрице Пифагора как я сейчас покажу было уже заложено что он будет учиться по одной специальности а работать совсем по другой специальности это уже заложено то есть человек он уже непрофессионально будет работать вот он вот Лозин-Лозинский у него первое седьмое первое десятый год видите это R-фактор видите даже две нулевки и двоек нет и четверок нет и дальше и порядочек особо и нету и привязки к земле нету и мотивированности нету ну большое самодурство есть он самодур и лицо у него даже рептилоид если вы посмотрите в энциклопедии и девятка у него вот это вот мизантропия это явно мизантропия видите такой вот но в то же время вот смотрите какая логика колоссальная логика и способность лавировать вверху устойчивость такая он до девяносто один год прожил где-то он в две тысячи первом году по-моему сам с десятого года вот с десятого до две тысячи первого года он дожил девяносто лет ну вот видите здесь ничего нету ни ученого ничего только вот логика по выживанию и вот это самодурство командир командир самодур ну видимо у него такая была начальник у него был прямой Микоян генеральный конструктор и вот смотрите пару какую он себе нашел вот этот командир человеческий автоматика там шла другая там прекрасно ребята работали они написали программу там чуть ли не 100 мегабайт программа занимала и несколько было дублирующих машин правда машины они использовали IBM 360 и несколько вариантов дублирования и аппаратное дублирование и программное и все это работало машина даже приняла решение при посадке учила ветер и зашла с другой стороны аэродрома села с другой стороны аэродрома не там где должна была садиться а там где она тормозит она с той стороны зашла все автоматика сработало идеально то есть вот этот эгрегор он сработал правильно а человеческий эгрегор это вот сплошные человеческие жертвы под это дело как видим вот эрфактор требует этих жертв сейчас у нас люди мы знаем что в основном руководящие должности занимаются эрфактором и смотрите как уменьшается население и вот эта группа как она вот уменьшалась вот Игорь Волк он конечно вот единственное что почему он выжил посмотрите какие у него данные хорошие у него очень большое весение это как будто был вот этот ангел предназначенный вот загубить эту всю группу у него задача была такая свыше похоже он был очень харизма очень большая у него и не было никаким рептилоидом ничего у него духовность в порядке он был очень и логика была но единственное у него вот не было немножко с порядочностью и привязка к земле не было но летчик и есть летчик вот атаку и плюс к тому же вот он скрытый эгоист он считается считая себя гений самый такой гений никто не оценивает но он считает себя гением выше всех вот такой командир вот экипажа это гений и очень такой вот знаний схватывает хорошо прекрасный вот матрица именно благодаря вот этой везучести он не погиб с 37 года рождения самый из них старший ну и дальше мы рассмотрим что же за команда была вот этих непосредственных тех кто погиб хотя бы человек 10 рассмотрим из них на скидку по порядку кто там погиб но первый вот кто букреев что ли букреев а вот мы его букреев посмотрим давайте смотрите видите как мы посмотрим как летчики выбирали а да кстати говоря матрицы вот у этих ребят которых я сейчас рассмотрел они деструктор хотя он был назначен конструктор видите но у него минус 15 матриц вот так вот минус 15 а то минус 5 это деструкторы они были назначены на руководящие должности конструкторские и вот как мы видим что на завальное это дело в основном деструкторов и направляли ну очень здоровых вот смотрите ну летчик конечно это здоровье лошадиное 4 3 четверки и тоже харизма большая но вот этот самый единица это крайний эгоизм это высшая степень но видите две пятерки логика тоже видите какой отбор то правильный и вот это знание все они набирают хорошо вроде бы казалось бы все матрица идеальна но нету никакого везения видите нулевка везения и нулевка порядочности и нулевка привязка к земле небожители какие-то вот они должны физически работать это физический труд а они видите с таким вот минус 14 матрицей деструктора идут летчики раз здоровый значит годится все остальные факторы вот такие как везение вот характер порядочности привязка к земле это не смотрит вот это Букриев ну конечно великолепные люди все так ну в той команде которая занимается испытаниями это конечно не те им надо на земле работать было так же вот смотрите кадровая какая политика опять две пятерки вот Александр Лысенко две пятерки логика огромная здесь даже четыре двойки и здоровье то есть все равно и лояльность есть это лояльный человек но две девятки ум тоже большой но тоже вот восьмерки нет и тройки нету то есть он не мотивирован на это дело и вот семерка у него конечно мизантропия вот и матрица у него минус три тоже деструктор поэтому все это там где деструкция там человек он должен заниматься утилизацией допустим утилизацией старых автомобилей вот извлечением вот из них там каких драгоценных металлов на слом на слом деструктор он должен только ломать или утилизировать там урановые какие-то отходы ядерные отходы то есть вот это вот это их не было предназначение с такой матрицей деструктора то есть ломать все не нужно и вот эти помойки утилизировать и так далее здесь они способны но не для испытательной работы вот Лысенко вот следующий был Каноненко погиб опять но здесь уже матрица коренная также вот эти две двойки и так же заранее скажу деструктор минус один у него минус два и у него вот две восьмерки он под управлением непорядочных людей идет этих рептилоидов хотя вот к технике у него огромная тяга к технике но много ошибок нету логики совершает много ошибок хотя определенные везения есть но маленькая и нету двоечки то есть он энергетический вампир он при ком-то там у которого четыре двойки стоит далее вот туровец сорок девятого года тоже деструктор минус девять видите тоже крайне эгоист единица тоже четыре двойки вот здесь уже четыре двойки батарейка для вот таких людей у которых нету двойка вот для них батарейка логика есть здоровье есть но опять вот видите нет восьмерки и нет привязки к земле то есть это человек ультилизатор и вот Левченко смотрите следующий Анатолий Левченко это самодур так же как и сам Лазин Лазинский самодур и вот мизантроп ну вот две двойки это медик медик самодур тоже везения никакого но что-то без везения испытателя и значит восьмерки нет опять же нет видите стабильно нет этой шестерки то есть ему надо было физическим трудом заниматься никакие не испытатели что дальше мы кого рассмотрим да вот у нас еще Щукин Станкевич остались еще кое-кто да еще кое-кто вот смотрите Щукина Щукин вообще уже предельно жестокий человек у него 6 единиц но в то же время у него очень собеседник приятный и все знает все схватывает но опять же много ошибок нету логики опять нет восьмерки опять нет семерки везения нет ну и девочки это перебор девочек и девятка мизантропия минус 6 деструктор и вот следующий Роман Тастанкевич тоже минус 4 смотрите у него уже 2 2 это опять медика 2 4 здоровье шакарное логики нет восьмерки опять нет 2 шестерки есть стремиться к физическому но не получается и 2 девятки хороший ум ироничный все остальное у него в порядке только нету вот восьмерки логики нету и он компромиссный такой с ним оба поговорить и договориться много целей и так далее и тоже он деструктор минус 4 Станкевич следующий участник вот этой группы Буран Николай Садовников Николай Садовников вот он что у него опять же вот харизма у него хорошая у него даже три двойки и здоровье ну видимо так здоровых то и выбирали летчики и пятерка если он порядочный человек ну вот нет везения уже доиспытать плюс вот эти девушки первым делом первым делом у нас девушки но а летчики летчики потом минус 9 деструктор Шефер Юрий Шефер вот это единственный человек у которого нуль то есть он не деструктор не конструктор и погиб он не совершенно не в самолете а погиб он на земле от тромба вот у него три тройки очень к технике опять же логики нет опять восьмерки нет видите и опять он крайне эгоист вот в духовном плане он мало духовен в семейном плане тоже не очень но самое главное вот нету логики хотя те были все с большой логикой но не было везения вот он нулевку у него видимо поэтому он по другим обстоятельствам погиб совершенно не связанным с авиацией вот Юрий Приходько у него минус 1 маленький деструктор это генерал он может и соврать две двойки опять же медицинские четверка здоровья видите две пятерки две шестерки восьмерка порядочной но нету везения семерки нету везения полный невезок и мизантропия семерка вот такие вот у нас ритуальные жертвы ну это мы рассмотрели главного этого конструктора главный конструктор Лозин Лозинский мы про него плохо не говорим он там всеми прославленный мы просто отмечаем что Пифагорова по другому характеризует он не такими эпитетами как сейчас вот мы говорим вот видите это вообще никакой ни к науке ни к конструктору но у него вот вот есть интуиция да ему вот интуиция где-нибудь самодурить интуиция в сельском хозяйстве и девятка ближе к растениям чем к людям вот и к животным ветеринаром каким-нибудь но у него двоек нет на ветеринара вот это рептилоид был ну легкие двойки нет и четверки ну у него лицо то вот посмотрите у него похоже на рептилоида лицо Лозин Лозинский а начальник у него был Михоян этот брат Микояна Анастаса Микояна и вот мы должны рассмотреть а Микоян таково откуда Микоян это знаменитые самолеты Миг Микоян и Гуревич Миг Микоян и Гуревич и эти Миги были в войну Миги они прошли у них после войны эти Миги на них мировые рекорды были но опять же благодаря кому не благодаря Микояну вот сейчас мы увидим вот видите Микоян он деструктор он же вообще не конструктор у него минус 7 но зато у него смотрите какая связь с начальством у него три восьмерки это государственный человек политика но мизантроп но очень лояльный человек очень компромиссный и опять же у него две пятерки но вот р-фактор 2 0 двойка есть 1 и четверки 0 и семерка это чистый р-фактор р-комплекс по Айку по Дэвиду Айку и по этому нашему Пифагору и Пьеру Кюри вот что еще можно сказать видите нулевки тройки мотивации нету шестерки нету связи с землей здоровья нету и нету везения везения так ну кто его подпирал подпирал его Гуревич они же вместе были вместе руководили вот Гуревич единственный здесь был конструктор из всей этой шайки завода 155 хотя он тоже был старкомплексом но у него харизма смотрите какая и тоже две пятерки и у него порядочность огромная и везуха кое-какая есть и девятка то есть у него талант определенно есть он полностью конструктор но вот р-фактор шестерка три двойки и нулевка здоровья компромиссный человек то есть они вот они возглавляли и это был как раз мотор этого всего дела а свыше то кто над ними стоял министр авиационной промышленности а кто был Дементьев увешанный орденами партия же как она поднимала почему она погибла это КПСС КПБ КПСС потому что в ней кадрополитика велась очень у нее наверха пробирались вот вот эти вот кто там был НКВД НКВДшники вот эти рептилоиды и кругом у них наверхах появлялись люди с р-комплексом были такие люди которые в общем-то и не способны были к руководству не обладали дарами свыше против неба работали но система была такая что компартия большая была и она системы за них работали они были просто представительские функции выполняли вот Петр Дементьев знаменитый министр авиационной промышленности он чисто деструктор был у него минус 4 вот три нулевки троек нету пятерки нету и порядочности нету ну вот скрытый эгоист он считал себя самым гением но перед начальством любезил он очень хорошо и три двойки то есть четыре двойки были он даже им энергию свою сообщал подпитывал начальство его любили все и в 37 даже году он был награжден и в 41 году он был награжден за выпуск самолет вот этих из прессованной фанеры и там тяпляп ногу он их надел но они все самолеты в первый день войны они все на аэродромах все были почти порушены в основном парк этих самолетов был разрушен ну в войну вся система работала механизм работал ну вот как представитель как докладчик наверха он продержался очень долго до 70 годов до конца 70 60 годов где-то в 70 он помер так минус 4 чисто один струклер и вот эта же идея она я говорил про буран во-первых название буран уже само по себе ур там есть ур а в библии как ур халтейский там не пользуется славой в библии ур бур и потом буран он связан с какой-то перетравоваться ими какими-то переходами резкими и так далее то есть очень много жертв при буранах бывает это мы сейчас в Америке видим так же здесь то есть как корабль называют вот Нахимов смотрите сколько было названо именем адмирала Нахимова кораблей все же они потопли потонули то есть и было экспериментально доказано что нельзя называть кораблей имени Нахимова ну и много других таких тонкостей вот БАМ например там где-то в Библии тоже слово БАМ оно с нехорошим всем связано это БАМ вот поэтому там и денег было пережучено много денег и не пользуется он этот БАМ успехом никаким то есть он по нему ничего там не ходит он не дает никакой прибыли потому что основная ветка там даже не догружена нету товара обороты хорошего не налажено то есть этот шелковый путь через транссиб даже не идет шелковый путь не то что через БАМ поэтому товары китайские они идут в Европу они другим путем вот таким образом это уже влияние политики но и в то же время эта топонимика она очень большую роль играет назови какое-нибудь село и будут там летать эти ЛО там будут бабки в стопах летать и так далее и тому подобное также и здесь тоже но это уже тонкости и плюс вот этот 12 заметил один товарищ азербайджанский я тут сошлюсь внизу вот таким образом то есть никакой мистики нет это просто чисто просчет кадровой политики был которая при Стали не научная была эта кадровая политика она была интуитивная а поскольку у Сталина логики тоже не было у него пятерки не было он все делал экспериментально то есть методом тыка совершал очень много огромное количество ошибок что замечено было всеми уже история подтвердила ну что сейчас мы именем вот в нашем Роскосмосе Роскосмос у нас же сейчас кто комаров возглавляет он чисто экономист ну а почему экономиста поставили потому что в Америке бизнесмен у нас работает в этом деле там же космос уже частично приватизированный на НАСА спустило больше полтора миллиарда долларов на этого Илона Маска знаменитого которого много целей он там и гиперлуп делает там трубу эту раньше почтовые во дворцах делали такие пневматические для подачи пищи там или почты наверх пневматические сообщения между комнатами от кухни чтобы подавать там блюда какие-то в капсулах и так далее и сообщения туда в номера можно передавать в гостиницах вот не налажено почему-то у нас был здесь ролик пирамидальная сортировка объектов ролик так называется и вот там можно это сортировать тоже в гостинице пятизвездочной из кухни подавать продукцию кухня наверху должна быть правда тогда они самотеком будут эти продукты поступать в эти комнаты самотеком при пирамидальной такой сортировке всех обеспечивать не надо будет никому ходить не в ресторан ничего то что заказал то тебе сразу туда в номер по этой мимо почте но вот он Илон Маск он не только он уже делает Тесла у него был первое то у него было какой проект в 97 году они Маск с братом у него тоже есть у него и двоюродные три брата еще и брат есть и все они одного другой умнее а Маск чем от них отличается он во первых у него склонность к точным наукам но поскольку у него логики нет его подпирают братья но у него есть порядочность вот финансовых вопросов вот в этом отношении и поэтому его делают лицом многих компаний в частности вот с братом компанию Zip2 программное обеспечение для службы новостей комплекс программ для службы новостей у него там было 7% всего вот это вот участие с братом он делал значит там брат львиную долю занимал дальше он был один из основателей компании XCOM которая в 2000 году слилась с конфинити а потом у конфинити был отдел пайпал и этот пайпал потом разросся вообще гипертрофировался и значит чем они занимались передачей денег переводом денег через электронную почту переводом денег в 2000 году пайпал куплена была eBay купила пайпал за полтора миллиарда долларов у маска было 11,7% акций он заработал на этом 175 миллионов долларов при продаже в 2002 году он основал компанию SpaceX космос космосом занялся азимов он начитался это я вам говорил в начале что это фантастика и вот начал вбухивать деньги в это в космос не не добыча удобрения из этих самых вулканов гранулировку их и доставку на поля он занялся фигней так же как у нас многие фигней занимаются космосом засирает космос там уже засран весь космос и хотят еще с этими же грехами со своей вот этой душонкой грязной в всех грехах они хотят еще Марс засрать вот мы туда попадем чем мы там будем заниматься вот у нас сейчас вот это зарядье открыли так там уже разбили купола а на Марс мы появились что мы там натворим или на другую организованную от нас шарахаются уже все черти шарахаются чтобы грешнее их стали уже грешнее черти это черти от нас шарахаются какие мы грязные все в грехах погрязные вот а мы еще с этими грехами я уже про эти грехи говорил в плейлисте вечной истины посмотрите там все 10 западей все наши грехи все перечислены и мы сейчас эти грехи в космос еще передадим это все дерьмо и вот значит SpaceX этому потребовалось для разворачивания и он достиг там успехов что НАСА дала ему 1,6 миллиарда долларов на запуск 12 вот этих фалконов 10 с драгонами вот драгоны у него возвращаемые на МКС он достиг возвращения кстати говоря почему я его взял потому что вот то что вот эти рептилоиды то у нас Микояны с этими лазерскими они не сделали а вот вот эти сделали ребята они возвращают ну у них другой принцип у них активное торможение двигателями это значит такой уже не надо мудрить с этой защитой там плазма защищает и вот значит он эти деньги осваивает успешно в 16 году он уже обещал полет на Марс в 25 году то есть в 16 году на каком-то съезде там в Австралии он обещал полет на Марс к 20 25 году ну что тут до 25 8 лет осталось за 8 лет уже на Марс хочет долететь ну я могу его подробную характеристику дать в общем характеристика у него этого Илона Маска действительно неплохая видите у него хотя он тоже как вот эти многие наши 2 единицы у него он седает себя самым гением но двойка четверка он уже не рептилоид и отношение к духовности у него не превышает пятерку и 3-тройки к точным наукам он очень 2-семерки у него везуха колоссальная но забившую добродетель но это ему не надо добродетель для миллиардера это ни к чему вот порядочность была бы в расчетах с друзьями друзья у него немного но они очень он за них держится они составляют так называемую мафию той компании которые они основали в начале они все друг за друга держатся ну все вот три жены там пять детей это я не буду говорить это двойка да она об этом говорит он не сам неактивный вот к нему однокурсница пристала он и задел пять детей потом к нему пристала пока там она с пятью детьми возилась к нему какая-то там англичанка артистка прицепилась а потом американка сейчас третья прицепилась тоже к нему голливудская какая-то из США вот три жены ну и и наплевать а нам-то что нам факт то что он не деструктор он конструктор видите хотя использует он идеи уже все известные но он их доводит до конца не то что там бросили и все и деньги а мертвенный а мертвенный капитал с этим с бураном вот ну а у нас вот противовес этому-то тоже видите выдвинули уже что-то начали видимо понимать вот Роскосмос возглавил два года назад возглавил Комаров по образованию экономист ну это тоже он бизнесмен Маск-то видите у этого три пятерки он уже видит и прошлое и будущее все видит но он он не может указать как может избавиться от предстоящих как можно избавиться от предстоящих неприятностей он не может он видит но не знает как и у него нет везухи видите что характерно для наших вот всех этих кадров молодых и вот эти три двойки то у него присутствуют пятерки ну вот шестерка тоже есть мизантропия определен но рептилоидного комплекса нет ну просто как экономист он больше любит деньги чем людей вот ну а насчет везухи да и кто же там у него в совет в этот входит сейчас очень быстро начал прорастать опять Кириенко его начали везде хвалить а хотя хвалить-то не за что он ничего же не сделал дефолт сделал только в 98 году будучи там премьером и вот смотрите это что же Чубайс у него три шестерки от Кириенко входит в совет тоже по космосу 62 года рождения это чисто рептили 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 комплекс у него это нулевка ну вот это правда на пределе пятерка у него духовность ну какому духу он служит неизвестно он деструктор он везде ну дефолт это и есть дефолт он довез страну до дефолта это его премьерство это второй Чубайс а вот Рогозин Рогозин уже чисто р-комплекс вот шестерка эти четыре даже двойки и нулевка вот он журналист и плюс генерал еще любит приврать как это полковники вранец с этим симашинкой но он генерал он еще больше наврет вот так вот он как вот у Сталина 21-12 рождения 63-го года Рогозин то Сталин себе потом написал у него на самом деле 18-го и другого года мы об этом говорили про Сталина вот таким образом вот это наши руководители космоса как видим есть сдвиги да но небольшие везухи здесь нам никто не обещает те же я говорил что Москва это древнее прибежище рептилоидов вот древнее гнездилище рептилоидов об этом тоже здесь есть лекция вот они все чудеса они нет чудес это чистые жертвы людское жертвоприношение характерное для рептилоидов поскольку власти рептилоиды то у нас страна состоит из жертвоприношений война непрерывная война характерна для тех государств которые управляют рептилоиды не было еще у нас года начиная вот когда пришли к власти они рептилоидов в каком году они пришли в семнадцатом году и с тех пор да даже раньше они пришли они еще при Распутине где-то там пришли вот эти Столыпины и так далее и так далее но они пришли при Александре Третьем уже после Александра Третьего пришли а может еще и раньше когда вот это польско-литойско-трига поставила Романовых вот они тогда и пошли рептилоиды мы с ним рассматривали Романовскую ветвь немецкую ветвь вот с немецкой ветви и эти рептилоиды на Москве и пошли а то еще может быть и раньше раньше мы не исследовали но вот эта немецкая ветвь она преподносит нам и мы заметили что мы в технике все время повторяем немецкие зады я сам учился вот и Супромат проходил и Термеха по Термеху был задачник немецкий он даже не переведенный был задачник он был у нас в библиотеке также на немецком языке по теоретической механике и мы задачки решали оттуда прекрасный задачник с решениями и сейчас не знаю до сих пор не переведен этот задачник вот но это мы помним у нас же академия появилась когда когда Лебнец там был такие вопросы решал в пространство времени какое дифференциальное интегральное исчисление и логику и диалектику а у нас еще ничего не было да и сам это коммунизм он у нас был ущербный он был усвоен с западной науки у нас было взято с этой диалектики Гегеля почему-то не Лебнец а диалектика взята Гегеля а она диалектика чисто рептилоидная змеиная диалектика борьба противоположностей переход количества в качество потом это единство борьба противоположностей оно что характерно это логике для чего оно же написано в писании что разделилось это царство это лука вот разделилось оно и вот на две части они между собой всегда эти две части и борются вот это в споре рождается истина а у нас кроме драки и по ножовщине споре ничего не рождается приведите у нас спор вот последний кто там поспорил Драчев это как говорится чемпион попал в победу бодибилдингу поспорил с каким-то товарищем там загорел загорел его убил все вот вам спор чем заканчивается то есть сама по себе диалек и генели она ущербна она отражает динамику борьбы тьмы а в библии написано не участвуйте в делах тьмы четко ясно написано не участвуйте в делах тьмы а мы туда вот с этой светлой идеей коммунизма и мы во тьме начали сражаться и все мы приложились к нет чтобы как вот шведы вот ни травку какой-то нажать в этой борьбе мы не участвуем все боритесь там две вот стороны зла там иудаизм с мусульманством как сейчас борется иудаизм против мусульманства вот и боритесь а мы в стороне должны постоять вот таким образом и проекты вот эти только затратные деньги отнимаются так же как вот эта сколка вот эти ускорить они ничего для народа ничего не дают вот это поиски этих черных дыр оно счастья человеку не прибавляет а цель как Матвиенко у нас цитирую вот Матвиенко она перехватила где-то у нас что цель является счастье она же в наших лицах читает счастье человечества это Лебниц говорил так Лебниц диалектика предустановленной гармонии а не борьбы противоположностей и не перехода количества в качество так что вот если там маленький роль этих насекомых вылетает и большой роль из этих насекомых слона уже не сделаешь никакого перехода количества в качество нет и песок вот он навалом лежит в Сахаре вот еще добавить песку но клубник это не вырастет оттуда вот таким образом вся эта диалектика ущербная а она на этой диалектике была основана и кадровая политика то есть было разделение людей на попутчиков верных товарищей а верные товарищи оказались кто Ежов Берия там еще кто там Вышинский все верные товарищи все предатели а кто предатель то оказались как и у большевики ленинцы старые большевики все казались предателями вот таким образом и проект этот у нас последний это социализм высер это был Буран и вот чем он закончился большими человеческими жертвами казалось бы без причины погибли а причину мы видим потому что командовали это делом рептилоиды а им на людей наплевать и на заботу людей им наплевать они совершенно решают свои антителовеческие задачи и вот почему у нас вот именно автоматы вот эти пошли хорошо вот это эгрегор автоматов ну и это было бы неплохо вот если бы занять было этими вопросами чтобы там не летали люди это на этом на буране на буране чисто автоматический полет чтобы вот не загружать туда людей тогда может быть таких жертв не было ну нас же без жертв нельзя ну как это так вот без жертв то каждое дело и храмы даже на крови строятся вот убили ау надо на этом месте храм воздвигать вот убили императора храм спас на крови все значит если на крови замешано значит это дело надежное она вот это вот проникла везде она в духовную сферу и в материальную сферу этот сизифов труд погиб проник то есть есть материальный сизифов труд про который мы сейчас сейчас говорили а еще можно было говорить про что вот про энергетику это же тоже сизифов труд смотрите Ведь чёткий же запрет есть в Библии, что не преграждайте столько рек. У нас все реки перекрыты плотинами. Сизифов труд вот этих плотин, мы даже вот эту асуанскую плотину построили, там даже пирамиды, чтобы не затопить, их пилили, переносили эти пирамиды в другую сторону. То есть решение проблему путём запруда, как бобры, вот животные, вот они запруждают, они себе деревья подтачивают, едят эти деревья и перегрождают реку, чтобы вода поступала, огорошала эти деревья, чтобы они быстрее росли. Так же человек, но он тем самым своё питание подрезает. Вот возьми Волгу, что там за рыба сейчас есть? Если там Белуга, Севрюга, она же там бы кишмакишел раньше-то, потому что не было плотин, а там гирлянда этих плотин на Волге стоит. И уже невозможно плавать по Волге, там нету воды, не стало. И постепенно вода уходит из рек. Там, где вот сплавлялся Афанан Синикитин в Индии, берега-то высокие, а внизу ручеёк, небольшой ручеёк. А была высокие берега, огромная река, текла. То есть был климат немножко другой. Вот таким образом. То есть лишая себя вот этого рыбного питания, про которое мы решаем вопрос энергетики. То есть одно мы дело решаем, а питание мы себе обрезаем. Хотя энергетический вопрос, он может быть, как уже доказано было, он может быть решён. И тот же Илон Маск сейчас тоже строит, как солнечный город строит. С помощью полупородников снабжения солнечной энергии одной этот солнечный город строит. Тоже один из проектов. У него много проектов. Ну вот не знаем, чем это закончится. Но во всяком случае, сейчас стали как-то учитывать вот эту экологию. Но очень мало. Очень мало. Некоторые вот сизифовые проблемы. У нас ещё сизифовые проблемы есть. И их очень много. И энергетика, вот это вот авиация. Авиация, это же огромный вред. Огромный вред всему. И так же мы не научились сельским воздействием заниматься. У нас удобрения это. С удобрениями это совершенно какие-то химизации у нас, пестициды и так далее. У нас перекос с этим делом и животноводством. Много проблем такие. Ну вот, исходя этому Илону Маску, вправить мозги в том направлении, что у нас уже Земля это и есть космический корабль. Вот мы на нём летим. И надо тут баланса какого-то достичь. Вот и сизифов ещё труд у нас вот регулирования этого народонаселения. Мы всё его регулируем, народонаселение. Оно всё возрастает и возрастает. Вот сейчас этот монах-то из Мьянма, он же заявляет, что? Что, говорит, плодятся, как эти африканские караси, эти мусульмане-то. Как караси плодятся. Всё поджирают, природу всё выжрали. Там уже негде там ничего, сельскохозяйство развивать. Они всё это дело потоптали. А они там появились как пришельцы, эти мусульмане. Их Англия прислала, вооружила, прислала. А против... Против кого? Ну, против какой-то другой страны. Вот. Временно их туда прислали, вооружённых, чтобы защищать там от кого-то. Этих буддистов, которые не вооружённы ничем. Эти буддисты, кроме как знаниями какими-то. Вот таким образом. Это вот другая проблема. Кочевые и оседлые народы. Вот представьте, что по космическому кораблю, вот Илона Маска сделала космический корабль. Идеальный там всё было, идеальный. Но по нему начали бы шататься вот толпами вот эти вот люди, которые в заряде. И крушить вот эти купола, растения выдирать, как у нас вчера было. Там это зарядье всё попортили люди-то. Или начнут расписывать там буквами эти все приборы, панели, дома, стены в этом корабле-то. Или загаживать, просто загаживать это дело, всё. Устраивать пустыни. И ничего не сажать, ничего не сезти. Семеноводством не заниматься, сельхозьянством не заниматься. А заниматься чем-то попрошайничеством, грабежом и всё, паразитический образ жизни. А регулировку населения мы ведём. А как ведём? Мы не ведём, мы её наоборот. Одно стараемся, чтобы у нас было меньше населения, а с другой стороны, чтобы больше. Вот давайте рожать, и мы вас поощрим. Дадим вам пособие. Я за второго ребёнка, за третьего ребёнка. А кому нужны эти ребёнки, когда у вас безработица? Я понимаю, там дети нужны, когда не хватает рабочих рук. В сельском хозяйстве, да, многодетные были семьи, там по 10, по 12, но они все были заняты на земле. Там был тяжёлый труд, не было автоматизации, механизации никакой. И там, где сейчас справляется один человек на тракторе, там пахали, ой-ой-ой, по 10, по 12 человек. Пахали. Вот таким образом. То есть неизбытные эти проблемы, и везде рациональность нужна. Вот сейчас у нас экономист стал рассуждать об экономике вот этого космоса. Ну, самое главное, что мало того, что вот эти физические проблемы, материальные, там проблемы, самое главное, духовные. Зачем мы туда космос, с чем мы туда идём? Чему мы тут научились, что мы там могли бы внедрить хорошего, доброго, вечного? Чему нас учатся вот эти вот горе-режиссёры, вот эти, Серебряникова-то? Что они нам показывают? Что за спектакли? Вот таким образом и паса вот эта вся, ну, говорить нечего. То есть моральная тоже у нас глин и материальный. Ну, по крайней мере, один вот вопрос осветили, вот проблему буран мы сняли. То есть никакой мистики нет, это чисто кадровая проблема. Всего доброго, будьте здоровы, до следующей встречи. Субтитры создавал DimaTorzok